Первый вопрос из 100 рублей. Что из перечисленного является названием одного из видов спорта? Танцы на льду, танцы на воде, танцы на углях, танцы на столе. Ну, наверное, всего скорее, что... А, танцы на льду. Всего скорее, что правильно. Второй вопрос из 200 рублей. Какими, если верить герой кинофильма «Особенности национальной охоты», должны быть настоящие финские парни? Холодными, знойными, горячими, жгучими. Ты горячая финская, правильно? Правильно, горячая. Третий вопрос из 300 рублей. Что в известной песне делают носики-курносики? Сопят, шмыгают, хлюпают, чихают. Маловая толком, но вы пел о том, что не сопят. Носики-курносики сопят. Правильно. Четвертый вопрос. И 500 рублей. К какому слову в древности приписывалась чудодейственная сила? Выдра, зебра, швабра, абракадабра. А, да, наверное, все-таки «Д» – абракадабра. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый вопрос и тысяча рублей. Какими иногда бывают вареники? Ленивыми, жадными, капризными, вредными. Жена считает, что ленивыми. А вы как считаете? По кулинарии я с ней только соглашусь, конечно. А я с вами обоими соглашусь, правильно? В честь какой святой назван главный храм Киева? Мария, София, Анастасия, Анна. Мы считаем, что это София. Ответ принят. Софийский собор. Правильно. Седьмой вопрос и четыре тысячи рублей. Из какого мяса не принято готовить азу? Из говядины, из свинины, из баранины, из курицы? Так, я пока вариантов не буду высказать. Мне хотелось бы помощь зала получить. Уважаемые зрители в студии, из какого мяса не принято готовить азу? Голосуем. 84% аудитории считают, что не принято готовить азу из курицы. 9% считают, что из свинины. 7% что из баранины. А вы-то сами как считали? Я думал, что из свинины, честно говоря. Но это один из вариантов возможных. Итак, 84% считают, что из курицы. Вы доверяете мнению зала? Ну, ввиду того, что ни я, ни Ирина не знал точного ответа, попробуем положиться на мнение зала. Тем более, народу довольно много приняло этот ответ. Да. И ваш ответ? Да. Ответ принят. 84% аудитории вас не подвели. Правильно. Восьмой вопрос и 8 тысяч рублей. От какого слова греческого языка произошел термин «гормон»? Освобождаю, возбуждаю, проживаю, пожираю. От какого слова произошел термин «гормон». Четыре варианта. Освобождаю, возбуждаю, проживаю, пожираю. Еще раз. Освобождаю. Возбуждаю, пожираю, проживаю. Возбуждаю, скорее всего. Спасибо. Термин «гормон» произошел от греческого слова «возбуждаю». Правильно. Девятый вопрос и 16 тысяч рублей. Какой военачальник был вызван из ссылки и назначен главнокомандующим союзными войсками? Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков? Да. Вы выиграли 16 тысяч рублей, правильно? Десятый вопрос и 32 тысячи рублей. Какое из этих положений шахматной партии в нотации обозначается крестом? Шах. Рокировка. Взятие фигуры. Любой ход. 50 на 50. Да, действительно, это не рокировка. Итак, семья Королевых напротив меня сидит. Михаил и Ирина решили не забирать 16 тысяч рублей, рискнули ответить. По их мнению, крестом в нотации шахматной партии обозначается взятие фигуры. Да. Да вот с крестом обозначается шах, к сожалению. А вам уже не только шах, но и мат. Но в любом случае, спасибо вам за то, чтобы представить сегодняшних участников. Вот они. Евгений Мирончиков. И Светлана Яршова. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья Блинова. И Владимир Блинов. Андрей Марков. И Юлия Захарова. Ольга Серова. И Игорь Черков. А также Александр Торопов. И Ольга Федосеева. Вот они, наши супружеские пары. И сейчас их ждет отборочный тур, в котором надо не только правильно ответить, но и сделать это как можно быстрее. И вот вопрос. Расположите слова, составляющие аббревиатуру «Оссавиахим» в надлежащем порядке. Общество содействия авиационному, обороне, химическому строительству. И вот как следовало ответить на этот вопрос. Общество содействия, обороне, авиационному, химическому строительству. И верно ответили двое. Первый был Евгений Мирончиков. Евгений, прошу вас с вашей женой сюда ко мне. Рад за вас. Прошу. Евгений Евгений Мирончиков и Светлана Константиновна Ершова приехали из Санкт-Петербурга. 100 рублей. Где невозможно провести поединок борцов? На татами, на циновке, на кашме, в гамаке. В гамаке. Я не знаю, что такое кашма, к сожалению. Кашма это такая, ну, в стиле цена. Ну, в гамаке, ну, вообще можно и в гамаке, в общем. Ну, в гамаке. Д-ответ. Правильно, в гамаке. Второй вопрос и 200 рублей. Какое имя было у оруженосца Дон Кихота? Пончо, Санчо, Ранчо, Лечо. Ответ В. Санчо Панчо его звали. Б. Б, да, вот. Правильно. Третий вопрос и 300 рублей. Какое из этих выражений имеет отношение к правящим кругам? Коридоры власти. Галереи власти. Балконы власти. Мансарды власти. Ага, цвета, да, коридоры власти. Правильно. Четвертый вопрос и 500 рублей. Кого призывал взяться за руки Булату Куджава в одной из своих песен? Родственников, сослуживцев, друзей, новобрачных. Ответ С, друзей. Возьмемся за руки, друзья. Правильно. Пятый вопрос и 1000 рублей. Чем собирался командовать Остап Бендер? А вы знаете заранее ответ? Парадом. Давайте посмотрим варианты. Аукционом. Парадом. Жеком, присяжными. Парадом. Правильно. Командовать парадом буду я. АПЛОДИСМЕНТЫ Как заканчивается строчка Твардовского? Коси коса, пока роса, роса долой. Хлеб стеной. Под струей. Сено горой. И мы домой. Коси коса, пока роса, роса домой, роса долой. И мы домой. Ну иначе никак. Твардовский не сказал бы. Потому что приток напрашивается. Не может там быть роса долой, сено горой. Обычно хорошо косится, когда роса. Альтерация какая-то. Когда трава высохла, косится бесполезно. И мы домой. Надо домой уходить. Ответ Д. И мы домой. Не хотите воспользоваться подсказками? Нет. Ответ принят. Ну что, мы домой. А мы домой? Чего? Поиграем еще? Мы домой. И мы домой. Правильно. Седьмой вопрос и 4 тысячи рублей. Как иначе называют плод инжира? Винная ягода. Коньячная ягода. Пивная ягода. Пьяная ягода. Плод инжира называют иначе винная ягода. Правильно. Что-то вы нам не подсказываете. А зачем? Вы и так все прекрасно знаете. Ну, все. Восьмой вопрос и 8 тысяч рублей. Что делает кошка на картине Павла Федотова «Сватовство майора»? Спит, ест, умывается, зевает. Да. Нет, не будет определенного мнения. Укора может быть. Потому что она такая. 40% думает, что кошка умывается. 32% полагает, что спит. 24% что зевает. 4% что ест. Она либо умывается, либо зевает. Нет. Либо умывается, либо спит. Наверное... А вам не приходило в голову, что здесь может быть какая-то еще логика, кроме зрительной памяти? Ну, сюжетная какая-то, но... Вы приметы какие-нибудь по поводу кошек знаете? Ага, ну, вообще нет, но, вероятно, значит, здесь есть. Значит, умывается. Опять-таки. Почему? Не бывает счастливому браку, если кошка умывается, да, при святастые? Гостей она намывает. Правильно. Умывается. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо кошку завесить. Так, это мы залыстратили, да? Девятый вопрос и 16 тысяч рублей. Какой из перечисленных городов расположен в Германии? Констанц. Констанца. Константина. Константинополь. Эээ, так. Можно, как? Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Констанц, ответ А. Ну, да. Уверен? Да. Ответ А. Немецы. Ответ принят. У вас было 8 тысяч рублей. Случилось. И, ответив Констанц, вы удвоили свой выигрыш. Правильно. Сейчас еще один. Десятый вопрос. И вторая несгораемая сумма 32 тысячи рублей. Насколько румбов разделена окружность горизонта в морской навигации? На 12. Это все. На 16. На 24. На 32. Что такое румбов? Можно хоть? Ты помнишь? Хреново. Никто не хлопает. Значит, проблема. Что-что? Обычно просто, если правильный ответ, то в течение этой пазы кто-то, кто знает точно, начинает уже хлопать. А сейчас никто не хлопает. Не всегда. Бывает, хлопают тогда, когда даже не знают, что этот ответ неправильный. А сейчас? Вы сначала достаточно логично рассуждали, Евгений Евгеньевич, когда говорили, что окружность горизонта может поделиться на 16 румбов. Действительно, она делится на 16 румбов в метеорологии. А в морской навигации на 32. Гораздо более подробное деление. То есть в два раза больше румбов, чем в метеорологии. Ваш выигрыш составил 1000 рублей. Спасибо вам. Расположите этих домашних животных по среднему весу взрослые особи, начиная с наибольшего. Курица, гусь, корова, овца. Итак, по среднему весу, начиная с наибольшего. Взрослые особи вес. Корова сначала. Чуть полегче овца. Еще легче гусь. Самая легкая курица. Ну, это знали практически все. А первым был Андрей Марков. Андрей, прошу вас вместе с вашей супругой ко мне. Разделяю вашу радость. И давайте выиграем миллион. Вперед! Математики напротив меня сидят. Андрей Марков и Юлия Захарова из Новосибирска. Первый вопрос из 100 рублей. Как в народе называется нечеткая формулировка закона, позволяющая его обойти? Люк, подкоп, пролом, лазейка. Лазейка. Ответ D. Лазейка. Хором. Правильно. Второй вопрос и 200 рублей. Какую команду участник забега слышит первый? На старт. Внимание. Марш. Атас. Думаем ответа. На старт. Правильно. Третий вопрос и 300 рублей. Что врачи рекомендуют прикладывать к месту ушиба сразу после травмы? Лед. Вату. Грелку. Горчичник. Ответ А. Лед. Верно. Четвертый вопрос и 500 рублей. Кем является герой популярного сериала Флиппер? Осьминогом, акулой, дельфином, головастиком. Ответ C. Дельфином. Дельфин Флиппер. Правильно. Пятый вопрос и первая несгораемая сумма – 1000 рублей. Что означает русское выражение «делать из мухи слона»? Соблуждаться, преувеличивать, перевоплощаться, маскироваться. Ответ B. Преувеличивать. Правильно. Самый кто хочет стать миллионером. Елизавета Метелькова и Алексей Шишкин из Ярославля. Тимур Щербина и Наталья Пяткина из Москвы. Карина Погоржельская и Александр Погоржельский из Санкт-Петербурга. Артем Угрюмов из Омска и его супруга Елена Васильева. А также Галина Грушина и Вячеслав Грушин из Москвы. А сегодня в игре принимали участие семейные пары. Ирина и Михаил Королёвы. Их выигрыш составил 1000 рублей. Также 1000 рублей выиграли Светлана Ершова и Евгений Мирончиков. На 1000 пока что остановились Андрей Марков и Юлия Захарова. Но это только начало, я не сомневаюсь. И давайте попрощаемся с нашими телезрителями до вашей следующей игры. Всего доброго, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова